здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем виноградном канале сегодняшнее видео будет посвящено приготовлению вина все это будет поэтапно расскажу вам первый этап и конечно рецептов приготовления вина очень очень много различных в интернете вы можете найти есть и скажем так очень раз чудесные рецепты есть классические но я вам рассказывал классический рецепт проверены нами уже годами собственно дальше все увидите сами это у нас сорт реформ очень ранний хороший сорт универсальный но про него я рассказываю в другом видео более подробно где рассказываю конкретно вины и универсальные сорта винограда и так первое что нам нужно для приготовления вина это виноград и очень важный момент это должен быть хороший качественный виноград не кислый не того что у вас не дозрело это не годится вино из этого вы не получите можно получить некий спирто содержащий напиток но только не вино виноград должен быть полностью вызревший дальше мы виноград не моем и желательно собирать его в тот момент когда сухо хотя бы чтобы дня три дождей не было но может так случиться например вы приезжаете на ваш участок только раз в неделю накануне шел дождь все равно рожа собирать надо тогда мы конечно собираем единственное что вино может брать здесь плохо и нам может понадобиться добавление дрожжей а так если все сухо хорошо ничего добавлять не надо то есть ягода суха мы ее не моем и снимаем с гребнем вы конечно можете найти где-то в интернете какую-то информацию что никто с гребнем не снимает просто душат все вместе такое возможно для стран где гребень полностью вызревает у нас он не вызревает вот есть грозди наверное даже не покажу вот вот покажу все таки то есть вот момент она только начала начала вызревать вот это плодоножка а все остальное еще зелененько нам держать дальше виноград уже плохо его поедают осы тут достаточно сахара вполне годится нам в употреблении но ножка не зрела и если мы ее оставим она будет давать горечь поэтому мы все ягодки обираем кроме того если ягоды какие-то подпортившиеся где-то треснутые подгнившие ну такое тоже может быть вот даже например вот такая вот ягода мы ее убираем сюда мы оставляем только хорошую качественную ягоду иначе потом вся вот эта гниль плесень она может повлиять на процесс ображения и испортить наш продукт и того вот сколько у нас получилось ведро даже с горочкой чистых ягод с одного куста реформа и даже мы взвесим чтобы посмотреть сколько урожайность будет у куста 10 килограмм где-то пол килограмма вес ведра плюс погрешность в итоге килограмм 9 мы получили уже чистых ягод без гребней без всего во многих описаниях кстати многих сортов винограда вы можете встретить какая хорошая урожайность 6 килограмм с куста ну это реально то что пишут в интернете 9 килограмм при той небольшой грозе который я вам показала вполне способен этот куст выдавать да может выдавать и больше если он у вас в хорошем возрасте имеет больше места на шпалере и так наши ягодки в ведре теперь надо их подушить я буду душить просто руками тут миф что ягоды винограда душат ногами если кто-то смотрел это чудный фильм с адрианочей на украшение строптивой сверху там лежала доска да действительно на ней танцевал но там сверху лежала доска и фактически он просто был как нагрузка для пресса конечно душить можно не обязательно руками можно использовать какие-то мягкие давилки можно использовать пресс но тут какой нюанс несмотря на то что у нас виноград белый мы будем из него готовить вино по красному типу пока я вот душу расскажу значит в чем разница белое вино можно готовить и из красных сортов винограда но чем оно отличается от красного получают виноградный сок чистый без жмыха без шкурок без косточек и сразу ставят его бродить значит то вино по красному типу вот так вот жмякаем вы можете в принципе и на прессе наша задача просто раздавить ягоду то сильно сок отжимать не надо и на несколько дней мы оставим вот это все сусло бродить в это время все вот эти ароматические вещества из шкурок из всего остального они будут переходить в наш сок поэтому наша задача только раздавить саму ягодку и так смотрите вот что у нас получилось вот такая вот непонятная масса но вы помните если вы хотите по белому способу значит вы через пресс полностью отжимаете соками на через пресс чтобы не повреждать косточки потому что они дадут горечь я же сейчас поставлю это на брожение но есть еще один маленький нюанс значит нам надо померить уровень сахара для того чтобы знать какой результат в итоге мы получим и для того чтобы померить уровень сахара но есть несколько приборов мы будем мире самым простейшим поэтому мне надо отсидеть сейчас стакан вот этого вот получить чистый сок я вам покажу как это померить и какой будет результат так пришлось стаканчик немножко подлить что правильные были показания и теперь я наш приборчик опускаю и видим мы что уровень сахара 25 то есть в конечном продукте у нас порядка 12 12 с половиной процентов будет алкоголь и никаких больше сахарных добавок сюда абсолютно не требуется теперь мы этот сок возвращаем сюда накрываем наше ведро либо другую емкость которую вас стоит все все вот это дело накрываем какой-то салфеточка чтоб туда не летели мухи дрозофилы и ставим относительно теплое место но относительно теплое это градусов 20 22 то есть просто в помещении где температура будет стабильной на брожение не забывайте помешивать желательно хотя бы два раза в сутки можно помешивать какой-то деревянной лопаткой ну либо там ложкой это уже не суть металлом который особо не реагирует с кислотами от винограда но помешивать надо обязательно но на сегодня я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки в комментариях пишите свое мнение но мы продолжим и в следующем видео я вам покажу следующий этап приготовления вина и до новых встреч пока